Всем здравствуйте! Вы на канале Мода и Красота. Какую стрижку выбрать по типу волос? 5 типов волос. Наверняка многие из вас обращали внимание на то, что помимо интересного роста волос и наличия вихров, пряди волос имеют свойство принимать определенную форму в стрижке, и что бы мы ни делали, они все равно приобретают свою направленность. Поэтому при выборе прически, чтобы в дальнейшем не мучиться с укладкой, имеет смысл учитывать их тип. Особенно актуально это для тех женщин, которые предпочитают вообще не делать укладку, то есть посушила по форме и пошла, ведь в таком случае не нужно будет заставлять пряди волос лежать против их воли. Итак, прямые волосы. Такому типу волос идеально подходят графические точные стрижки с четкими линиями. К таким стрижкам относятся каре, бобкаре или паш. Продолжение следует... Дугообразный тип волос. Это прямые волосы, которые немного загибаются вовнутрь к форме лица, более распространенный тип. Подходят любые каскадные стрижки, градуированные боб, лесенка или каскад. Но мастер должен уметь дорабатывать стрижку уже после сушки волос. Мастер-класс. 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 С-образные волосы Их изгиб напоминает букву С Подходят удлиненные, градуированные, многослойные стрижки Такие как шегги или каскад Средняя и нижняя часть волос имеют свойство загибаться наружу В удлиненных стрижках для легких укладок Рекомендуется верхнюю часть головы не оформлять коротко Волнистый волос являются распространенным типом. Подходят разнообразные модели стрижек. Выбор огромен. Различные варианты многослойных бобов. Также подходят шегги или градуированная пикси с акцентом на творческий беспорядок. Конечно, результат будет зависеть от профессионализма мастера, так как их структура и фактура может отличаться. Поэтому дорабатывать стрижку придется в любом случае. Вариант подстриг и пошел на этих волосах не сработает. Кудрявые волосы замечательно подходят для создания скульптурированных стрижек. Массу волос можно использовать как для создания градуированного боба, так и убрать ее в пользу более легких и динамичных моделей. В коротких стрижках всегда будет присутствовать челка. В современных прическах челка должна вливаться в основную массу волос, а не выглядеть изгоем. Кудрявая масса предполагает кудрявую челку, это нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...